Штрафники и нарушители на страже чистоты и порядков. В четверг судебные приставы с проверкой отправились в Ивановский зоопарк, чтобы проверить, отбывают ли свое административное наказание, приговоренные к обязательным работам. На месте застали троих. Все трудятся на подхвате. В зоосаду по решению суда трудонаказания отбывают несколько десятков человек. Это большое подспорье нам. Они помогают нам очень сильно. Это уборка территории, где-то что-то переложить в другое место. Они не кормят животных, не убираются у них. Они делают какие-то просто хозяйственные мероприятия, на которых просто у нас рук не хватает. К обязательным работам приговаривают тех, кто не платит штрафы ГИБДД, садится за руль без прав или пьяным. Конечно, есть среди них и алименщики. С начала года судебные приставы завели 2500 исполнительных производств. Половина уже исполнена. Более 600 сейчас отбывают обязательные работы. Из них половина массы в розыске. Потому что должники данной категории исполнительного производства ведут асоциальный образ жизни и не живут по месту проживания. Соответственно, судебный пристав вынужден объявить их в розыск. Суд выбирает количество времени, которое нужно трудиться в зависимости от тяжести деяния. Кому-то 20 часов, кому-то и 300. Тем, кто работает официально, положено наказание отбывать 2 часа в будни и 4 часа в выходные. Место определяет муниципалитет. Чаще всего работать в скверах и парках. За штрафниками работодатель тщательно следит, ведет дневник посещения. О поведении и дисциплине рассказывает приставам. За прогулы снова в суд. Предусмотрена административная ответственность по статье 20.25 ч. 4 кодекса административного права нарушения. Она влечет за собой наложение ареста до 15 суток административного ареста и штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Затем, как трудится Владимир, следит и уголовная исполнительная инспекция. Мужчину приговорили к обязательным работам. Потому что он вовремя не отмечался, будучи под надзором после выхода из колонии. Из положенных 25 часов в 15 он уже отработал. Сначала направили в Степановский парк. Там только от 100 часов в общем берут работу. Вот потом направили сюда. Что надо делать? Помогать. Ну, что скажут, то и будешь делать. Бесплатный труд на благо родного города устраивает не всех нарушителей. С начала 2017 года обязательные работы на крупный штраф или арест сменили 12 человек. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.